Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи «Торговый план» на видеопортале трейдеров Utrade TV за сегодня, 8 июля 2016 года, пятницу. Поздравляю всех с последним днём рабочей недели. Меня зовут Игорь Суздальцев. Мы начинаем. Давайте начнём с событий вчерашнего дня. Индекс ММВБ вчера укрепился на 0,16%, остановился на отметке 1882 пункта. Индекс РТС составил 923 пункта, рост 0,6%. Доллар-рубль. К сожалению, выросли обе валюты мировых к рублю. 37 копеек прибавил доллар. 64 рубля 58 копеек дают за 1 доллар на споте. И евро-рубль том, 71 рубль 45 копеек за евро. Рост евро вчера составил на закрытии 16 копеек. Ну, видим, да, встречное движение, фондовый рынок укрепился, рубль ослабел. Связано с колебаниями на рынке нефти. Мы их сейчас давайте внимательно рассмотрим и объясним, кстати говоря, нашим коллегам. Дадим свою версию. У нас тут нет истины в последней инстанции. Дадим свою версию о том, что же всё-таки произошло. И почему так. И можно ли было этого ожидать. Нефть. Смотрим дневной график, друзья. Видим, что мы стартовали вчера на 49 долларов 25 центах. Выросли в начале дня 49,59 и очень хотелось наверх. Но монета, напоминаю, показала вчера селл. Поэтому в течение дня мы сходили резко вниз на 46,12. Сейчас мы посмотрим по часам. И... Поскольку мы пробили треугольник, треугольник 5,5 долларов, а мы здесь прошли... Сейчас давайте вместе посмотрим, сколько был торговый диапазон. 3,5 доллара. То 2 доллара вниз я ещё отложил. И вполне допускаю сегодня вот такое движение. Ну, понятно, вверх-вниз. Я там не берусь предсказать, где усы. Но вот это движение вниз. Может быть, я объясню свою точку зрения, почему я так вижу. Давайте перейдём на часовой график и увидим с вами, что... Конечно, 17 американцев потянули вниз. А 18,0, когда вышла новость, она по запасам нефти, она резко протолкнула нефть ещё ниже. В чём суть вопроса в данном случае? Давайте обсудим эту тему. Ну, соответственно, естественно, пошёл весь рынок. Причём рубль в том числе. Правда, может быть, в меньшей мере. Ну, это совершенно очевидно, что его держат. Значит, ну, кстати говоря, давайте посмотрим. Я гляну. Си пошёл наверх одновременно с этим. Ри вниз. Звер вниз в последние часы завершил. Газпром вниз. Ну, в общем-то, да, рынок двинулся. Причём двинулся и мировой рынок тоже. И просел, и еврик просел. Кстати говоря, Александр Кравчук закрылся на этом снижении евро. А ну, что золото, как себя повелось. Золото, по сути, в боковике. Фунтик тоже просел на вчерашнем движении. Ну, сейчас утром всё в основном отбивается. Вот. И нефть немножко поднялась уже с уровня вчерашнего закрытия. Поэтому некоторое движение нефти вверх на открытие может быть. Итак, что произошло вчера, друзья? Значит, вчера в 18.00 объявили запасы. Было в больших цифрах минус 4 миллиона запасов снижения за предыдущий период. Сейчас показали минус 2 миллиона снижения. То есть, на снижении запасов нефть должна расти. И на прошлом снижении нефть подросла. А сейчас получилось, уже от низкой базы снизились ещё на 2 миллиона. Она должна ещё подснизиться. Вернее, цена нефти должна ещё подрасти. То есть, поскольку запасы ещё подснизились даже от предыдущей низкой базы. Нет. Истрактовали, видимо, так. Официально объявили, что темпы снижения падают. Значит, можно уже, так сказать, продавать. Нефти будет много. Другую версию выбрасывают, что где-то на рейдах в США, в Калифорнии стоят тоже танки заполненные и так далее. Ну, не знаю. Наверное, это тоже повлияло. Но основной фактор выяснился, как мне кажется, вчера. Так, также вчера целый день опихали новость. Ну, и сегодня, я смотрю, она активно идёт о том, что в Калифорнии производство солнечной энергии выросло на 1378% за 5 лет. Тоже это прям поддавливали целый день. Это все, кто только могли заниматься этим, занимались. Ну, короче, утолкали. Но, на мой взгляд, центральным событием было следующее. Мы о нем узнали вчера только в 21 вечера. Ну, а на самом деле ещё позже, когда прочитали, тут в разное время, кто когда читал. Оказалось, уже по-естественному, когда нефть обвалилась, уже поздно это всё было узнавать. Оказалось, что накануне, 6-го, получается, вечером ночью, президента США России, Барак Обама и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого не сумели договориться о новых путях сотрудничества по сирийскому вопросу. Заявил представитель Белого дома, и он это заявил уже на борту самолёта президента США, это пресс-секретарь его Джошу Эрнест, который направлялся в Варшаву, где сегодня открывается саммит НАТО. Я так понимаю, что они уже сегодня там с утречка уже прибыли. Вот, значит, это вот версия американцев. Наши как-то умеренно сообщили, что призывали друг друга способствовать скорейшему разверживанию и так далее. Американцы жёстко поставили вопрос, не достигли никаких соглашений. Почему это связано с немцами? Потому что, естественно, после этого, если не договориться по сирии, американцы всегда последние два года усиливали санкции. То есть теперь можно ожидать усиления санкций. Второе, можно ожидать каких-то решений по членству в НАТО. Речь, скорее всего, пойдёт об Украине, о Грузии, Финляндии. Процесс не быстрый, это какая-то дорожная карта, какие-то, скажем, перспективы по переговорам и так далее. Не то, что прямо сегодня после обеда примут в НАТО, нет, нет, ни в коем случае. Но какой-то шаг навстречу, это может быть, и мы сейчас это подробнее обсудим. И третьим шагом необъявленная санкция обрушения цены на нефть. Поэтому на снижении запасов, пусть небольшом, но снижении, которое должно повлечь за собой рост цены на нефть, вот это решение, скорее всего, политическое было принято. Нет, валите нефть, с русскими не договорились, валите нефть. Поэтому, поскольку, как не договорились, так и не договорились, она будет падать. Более того, сегодняшние новости из Варшавы, где открывается саммит стран НАТО, впервые в Варшаве, вот, значит, могут тоже усугублять, усугублять эту ситуацию. Чего можно ждать из Варшавы сегодня, на чем можно заработать? Прежде всего, мы видим, что Керри уже в Киеве. Нет, и в Киеве, а, сори, 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 они все, ну там не поймешь, где кто. Нет, Керри в четверг посетил в Киев. Понятно, Варшава-Киев относительно недалеко. То есть, он решил проскочить в Киев и побывал в Киеве, где сказал, что вмешательство США в ситуацию на Украине помешало кровопролитию. Вот о чем-то они там говорят в Киеве, это понятно, с руководством Украины. То есть, что-то на сегодня готовится по Украине. Может и по Польше, может и по Грузии, может и по Финляндии, но Украину прям готовят. Потому что вчера, одновременно со всем этим хозяйством, Порошенко объявил о том, что Украина готовит резерв ко вторжению. Во случае масштабного вторжения, вот, значит, готовится оперативный резерв в первую очередь, и причем я не пойму, будут на сборах в течение двух лет. Ортряды формируют по национальному принципу. То есть, тут это серьезное дело такое, масштабное вооружение идет, региональное. И такое впечатление, что вот по Украине что-то сегодня прозвучит такое, чего они ожидают, может закончиться даже вторжением в Украину. Я не думаю, что что-то такое резкое сегодня произойдет. Абсолютно, абсолютно. Во-первых, в пятницу. И войны начинаются в субботу и воскресенье. В пятницу никто войны начинает. Это во-первых. А во-вторых, ну нет, все-таки я не думаю, что какие-то конкретные меры по приему члены НАТО произвучат. Поэтому все это, конечно, обострит. Нефть может упасть дальше, доллар укрепиться. Но чего-то конкретного жесткого вряд ли. Вот такие дела, коллеги. Поэтому в целом, завершая разговор по нефти, да, ожидаем укрепления доллара и ослабления нефти по очень многим причинам сегодня в течение дня. Что будет при закрытии сессии после, скажем, шести часов по Москве? Тут тоже, конечно, встречные курсы и пятница, и закрытие позиций, еще что-то. Тоже может быть расколбас. Тоже торговать надо осторожно. А тем, кстати, кто торгует на ПАМ-счетах, я советую, может быть, сегодня вообще не торговать. А то войдете в позицию, она упадет, не дай бог. И вы перейдете пятницу ночь с отрицательными результатами. Инвесторы не увидят денег, еще и расстроятся. Лучше вот такие все вещи с понедельника по четверг, а в пятницу или не торговать, или какими-то такими точечными скальперскими действиями работать. Потому что, ну, пятница, если это конец вашего инвестиционного периода, скажем так. Потому что у некоторых две недели, три недели. Вот в пятницу последнего дня инвестиционного периода, скажем так. Далее, друзья, давайте посмотрим, что у нас в России, как могут повлиять на российский рынок. Могут повлиять новости на российский рынок. Мы видим новость авторынок, продажи новой автомобилей в России по итогам полугодия сократились почти на 15%. Такая умеренная негативная новость. Но, конечно, как бы покупать ценные бумаги, связанные с автопроизводителями, как-то не впечатляет. Скорее продавать, наверное, как торговая идея. Смотрите, космодром Восточный, никак там не успокоится ситуация. Когда готовят люди забастовку из-за невыплаты зарплат, многомесячных зарплат не выплачивают с апреля. Коммунальные услуги просрачиваются, кредиты просрочены уже три месяца и так далее, и так далее. Ну, понятно, люди несут большие убытки из-за того, что им вовремя не платят за зарплату. Ну, странно, вроде такое внимание к космодрому Восточный. И, смотрите, не могут, ну что, имитируют же деньги, раздают деньги налево-направо, и могут закрыть тему. Далее, друзья, вчера вы видели резкое падение акций МТС. Естественно, все валится в части телекомов. И вот поэтому в МБЛКОМ ТЕЛЕ-2 обратятся в правительство по поводу законопроекта Ирина Яровой. У меня такое впечатление, что это целенаправленное действие, обращаться бесполезно, скажем так, подрубить все мобильные операторы связи, чтобы не было возможности в случае чего, чтобы легко было отключить и каким-то решением просто заблокировать. То есть такое впечатление, что усиление идет некоторое давление на телекомы, чтобы понизить их самостоятельность. Ну, сопротивляться бесполезно, наверное, поэтому, я думаю, их добьют. И торговая идея по телекомам на ближайший месяц однозначно продавать. Там не с чего покупать. Закон принят, оборудование надо покупать, заимствование делать. А чем они окупятся и окупятся ли вообще, большой вопрос. Я думаю, что некоторые телекомы начнут продаваться сейчас. Ну, а наша задача, понятно, найти оперативные средства, прежде всего, инмарсат, мобильного, так сказать, мобильного подключения в сет интернет, чтобы не зависеть от российских интернет-провайдеров. Это сейчас недешево, там аппарат сам стоит тысячи три долларов, и плюс какие-то месячные платежи. У меня не было никогда инмарсата, но уже очень многие переходят на эту систему, понимая, что интернет, крупные трейдеры переходят уже на эту систему, потому что понимают, что может быть заблокирована внутренняя система интернета в любой момент. Если уже задача по созданию рунета, изолированного, делается, значит, нас от Запада могут отключить в любой момент то ли Запад, то ли наши. Тут уже не разберешься. Главное, не потерять возможность торговать на зарубежных торговых площадках. Кого это интересует, конечно. Если вы торгуете на московской бирже, я думаю, что внутренний интернет всегда сохранится. Поэтому, во всяком случае, удивлюсь, если будет как в Сирии, где вообще все порублено. Друзья, хорошая новость есть по ПАМ-счету Александра Кравчука. Ну, во-первых, вчера он закрылся, успешно заработал прибыль. Болтаются две сделки, которые уже там второй месяц, по-моему, они болтаются. Доходность хорошая месячная 5,16%. Общая доходность 43,75%. Также хорошие новости по капиталу. 5,000 долларов добавилось за прошедшие сутки. Сейчас капитал, ПАМ-капитал Александра Кравчука составляет 69,470 долларов. Почти 70,000 долларов Александр Кравчук привлек за два месяца. Хочу поблагодарить инвестора номер 19. Мы про них ничего не знаем, кроме номеров. За доверие к этому проекту и за участие. Далее, друзья, также хочу обратить ваше внимание, если вы зайдете на рейтинг управляемых счетов, вы обратите внимание, что Александр Кравчук впервые попал в него на 20-м месте. Он только сегодня вошел с доходностью 43%. Ну вот я надеюсь, что Александр продолжит свое движение наверх в этом рейтинге до самого первого места. А тут у него уже 43% доходности, а на первом месте мужик с доходностью 2651%. Ну тут осталось, господи, боже мой, 2600%. Это копейки, господи. Я думаю, за пару месяцев Александр намолотит. Слушайте, люди такие доходности показывают, я в шоке вообще. Молодцы, молодцы. Друзья, давайте посмотрим на экономические новости. Но сначала монета, что монета сегодня видит. Вчера она увидела сел, а мы с вами не увидели вчера сел. Алекс, вы и вчера писали монета бай, а монета показала сел. И ну что монета, давай сегодня бай в пятницу, может крикнемся, может в Варшаве ничего там не будет особого. Давай попробуем бай показать. Ну что такое? Нефть, марки, бренд, друзья. Монету спрашиваем, бай или сел. Вы можете загадать свой финансовый инструмент, монета подскажет вам направление движения. Последние два дня монета была права. В среду показала бай, был бай. Вчера показала сел, был сел. Нужен бай, короче. Алекс, держимся. Роман Краснодар, бай. Иван Гурев, сел. Приготовились. Оп, смотрим. Сел, зараза такая. Короче, в Варшаве ни о чем не договорятся. Хорошим будут нас поливать, короче. Все, друзья, двигаемся дальше. Сегодня большой день на экономическом календаре. 15.30 изменение числа занятых в не сельскохозяйственном секторе. Нонфармы так называемые. Вы помните, что в прошлом месяце показали очень низкое число дополнительных рабочих мест. По нонфармам, по ИРОС, значит, 38 тысяч. В этом месяце ожидает больше, 175 тысяч. Так что смотрим внимательно. 15.30, серьезное время. Оно сойдется, все вместе сойдется. И Варшава, и Сирия что-нибудь там, и нонфармы. Все прямо ляжет в одну точку в 15.30, я чувствую себя. Будет весело, будет движуха. Зарабатываем вообще. Будет классно. Да, мне напоминает, что 20.05 число буровых установок от Бейкер Хьюз. Это, да, тоже влияет, тоже влияет. Но я думаю, что варшавские новости сегодня будут главными. Все, друзья, двигаемся дальше. Вот такой день у нас интересный, очень интересный день впереди. Поэтому, кто собрался на рыбалку, нет. Нет, сегодня надо зарабатывать. Сегодня пятница такая рабочая. Давайте узнаем у нашего коллеги Александра Булгакова из Санкт-Петербурга, что он думает по рынку, на чем сегодня сам собирается зарабатывать. Александр, доброе утро. Так, сейчас, коллеги. Приветствуем, слышим вас. Доброе утро. Ну, я зову сразу уровень, на который надо обратить внимание. Вот. О нефти, который я считаю индикатором важным. 46.50 по рынку. Так, почему он для вас кажется важным индикатором? Ну, потому что, если пойдем ниже, то тогда мы рассматриваем негативный сценарий по всему рынку. Вот. Если мы от этого уровня отскакиваем, то можем опять двинуть 48.40, где-нибудь так, в сторону. И сохраняется боковое движение на рынке. Вот по РИ, ключевой рынок, считаю, 89.400, такой же, если пробиваем вниз, то идем ниже. По СИ, соответственно, 65.800. Если мы выше его идем, то, соответственно, мы можем тоже прилично пойти выше. Вот. Сегодня вы бы правильно сказали, да, нонфармы плюс буровые, важные тоже будут такие события. Хотя нонфармы могут сегодня несколько вызвать парадоксальную реакцию рынка. Необычно. В зависимости от того, какие будут данные. Потому что на все эти события еще надо смотреть все эти недавнего брекета. Он продолжает оказывать влияние на рынок в глобальном плане. Вот. Не сразу это сказывается. Это сказывается постепенно. Вот. Что касается разворота возможного по нефти, то, в общем, в каком-то смысле, Игорь, я с вами соглашусь, что во всем виноваты проклятые американцы. Вот. Но они это делают не со зла, потому что им самим, на самом деле, не выгодно. Низкая нефть. Это обстроительство им мешает развивать свое сланцевое месторождение, которое тоже не все рентабельны при низкой нефти. Многие из них, да, могут выдержать, кто-то не выдерживает, кредиты не могут выплачивать. Они тоже разоряются от низкой нефти. Но ситуация складывается именно, может быть, по самому худшему сценарию вообще для всего мира сейчас. Если смотреть глобально, то в статах, я считаю, например, уже, они об этом молчат, но там уже рецессия. Там она есть. Это факт. Она там с 2014 года происходит. Просто всякие статистические данные, которые публикуются, не надо особенно доверять. Статистика на везде. В каком-то смысле, ну, известная она, наука. Вот. Я смотрю на некоторые другие признаки, более надежные, которые говорят о том, что на рецессии там уже идет. Вот. Но в Европе дела еще хуже. Вот. И здесь нужно смотреть даже на соотношение вот этих вот ставок кредитования, которые сложились в Европе и в Штатах. В Штатах пока что они выше. В Европе они ниже. Вот. Поэтому в целом та ситуация, которая складывается сейчас, вот. Я думаю, что мы еще должны в дальнейшем перенести такое событие, как резкое ослабление банковской системы у Европы. Уже сейчас некоторые признаки есть, особенности в Южной Европе. Банковская система Италии. Вот известно, Deutsche Bank. Credit Suisse. В общем, такие вот негативные моменты, они могут ударить по Европе. И Космин это ударит по развивающимся рынкам. Мы шли по России. Поэтому, может быть, сейчас, пока вот лето, еще до сентября ситуация продержится, нам надо готовиться к новой волне серьезного кризиса. Которая будет уже связана не с чисто внутренними проблемами, но и с мировыми. Понял вас. Пока что то, что мы испытываем, чисто внутренне. Понял вас, Александр. Вот такая ситуация. Понял вас. Спасибо вам огромное за ваш прогноз. Хорошего вам настроения и удачи на рынке сегодня. Спасибо, всем удачи. Спасибо. Коллеги, с нами был Александр Булгаков из Санкт-Петербурга, который обозначил центральный, на его взгляд, уровень по нефти сегодня, 46,60. Пробой, отбой. И, соответственно, он считает, что вот это движение сегодня повлияет на все рынки. В плане, естественно, ослабления нефти, укрепления доллара или, наоборот, укрепления нефти, ослабления доллара. Ну, а все остальные инструменты, в том числе российский рынок, фондовый, рублевый, конечно, связаны с этим глобальным движением. Поэтому, да. А, 46,50. Сори, Александр Булгаков уточнил. 46,50 это уровень. Так что смотрим на этот уровень. Я хочу обратить внимание, уже сейчас рынки открываются. Напомню, что монета показала sell по нефти сегодня. Последние два дня она очень точно угадала. В среду buy, вчера sell. Сегодня тоже показала sell. А я хочу обратить внимание, Financial Times сейчас раскидывает везде эту статью. Значит, он дал комментарий. Статью написал, значит, и призвал Запад продолжать политику санкций в отношении России до выполнения Москвой-Минских соглашений. И там прямо жесткие достаточно вещи. Агрессивная Россия ставит под угрозу видение единой свободной и мирной Европы. Еще раз повторяю, он обозначил Россию как угрозу для свободной и мирной Европы. И призвал объединиться Запад в целях противостояния. Надо укреплять оборону союзников в Центральной и Восточной Европе, усиливать сдерживание и повышать способность противостоять новым угрозам, в том числе кибератакам. И делает вывод, что, несмотря на грядущие непростые времена, Запад одержит победу. Ну, ху-ху-ху-ху-ху. Также, так сказать, я вижу, что сообщается, что это уже без статьи. Значит, Барак Обама и президент Украины Петр Порошенко проведут встречу на полях саммита НАТО в Варшаве и обсудят сохранение санкций против России. Ух, понятно. Эри и Климкин прогулялись по Киеву. Климкин – это министр иностранных дел, да, коллеги? Украинские коллеги, кто в курсе? Климкин – это кто? Дайте нам знать, пожалуйста. По-моему, МИД, да? Да, вот Игорь Суханов пишет, да. Хорошо. Вы видите, какой я специалист вообще? Знаю всех МИДовцев в мире. Так вот, друзья, жесткая статья, резкая статья. Вообще подумайте, агрессивная Россия – угроза единой свободной мирной Европе. Впереди непростые времена, Запад одержит победу. Это военное заявление, вы что? Из Варшавы сегодня нам придут новости. Прилетят. А тем более, после встречи президентов Бабама и Порошенко, там тоже могут что-то такое выдать. Поэтому ищем точку входа в продаже по нефти. Это я вам точно говорю. Вот сегодня и к бабке не ходи. Хорошо, что мы с вами оперативно смотрим и Россию, и зарубежную новостную ленту. Ну что, давайте посмотрим, как откроется нефть. Она откроется наверх сегодня, потому что центов на 20 наверху было от сегодняшнего уровня. Это минутный график, друзья, без паники. Это минутный график. 46.56, я его использую для того, чтобы обозначить основные направления движения. Мы на открытии продвинулись наверх. 46.81, ну вот 25 центов показали наверх. Принципиально важно, где мы окажемся через час. Сохранится ли вот это движение наверх, или мы завершим час ниже уровня 46.56. Ну и практически, если чуть ниже, значит 46.50, который Александр Булгаков обозначил как критический важный. Азиатская сессия приподняли немножко нефть. Ну вот смотрим, что сделает европейская. Ну пока остановились. 25 центов выстрелили и остановились. Вчера было то же самое, поэтому я обращаю ваше внимание. Вчера были вот здесь вот тоже какие-то роста. Сейчас найдем давайте 10 утра. Я что-то потерялся. А где у нас 10 утра-то? Вот, вот, вот. Нет, 23. Вот это 10, да? Нет, с утра мы видим. Вниз, вверх. Мы поднимались вот здесь. Первые часы торговли. Ну а потом уже, конечно, после обеда остановились и двинулись. Причем вот этот вот, посмотрите, вот это такая вот конфигурация. Мне казалось, что мы здесь уже сейчас двинимся вниз. Но нет, еще смогли подрасти, причем так существенно. Вот, ну и сегодня мы тоже начинаем с движения наверх. Хотелось бы центов на 20-30 еще приподняться, чтобы как можно ближе. Но тут у меня такое впечатление, посмотрите на дневном графике, что мы ретест какой-то хотим организовать вот к этому уровню. Может быть даже, ну не знаю. Мне кажется, что мы теоретически можем вырасти вплоть до уровня 48, друзья. Не то, что там 46 или 47. 46, 81 или 47. Мы можем вырасти до 48 в плане ретеста. Это вполне под треугольник можем встать. Вот. Поэтому вот с утра я бы не ожидал прямо резкого падения. Пока Варшава проснется, пока саммит начнется. Вот. До обеда, мне кажется, вполне можем подрасти. Ну, не думаю, что прям 48. Ну, центов 20-30 еще можем сделать. Но, стоит ли играть в эти игры с учетом всех грядущих опасностей? Может быть, уже лучше час-два посидеть и подождать точку входа. В шорт, которая после обеда может появиться. Поэтому каждому самому решать. Вот честно скажу, что я рекомендации по покупке нефти, даже на том, что некоторый растущий тренд состоялся уже, уже некоторые движения есть. Ну, плохо ли, хорошо ли, но с уровня 56 до 86, 30 центов уже есть. Еще раз говорю, может, даже еще доллар будет в плане ретеста выхода из треугольника. Но страшно. Может и не быть. Может и не быть. А 2 доллара, которые мы по треугольнику, поскольку из него вышли, мы еще задолжали, скажем так. 2 доллара вниз до уровня 44 ориентировочно. Мы еще вполне можем прогуляться. Все, друзья. Напоминаю, монета Селл в Варшаве Саммит, которая может повлиять на очень многое. Спасибо всем большое, коллеги, за участие в сегодняшнем эфире. Двигаемся дальше. Продолжение следует...